Я рад вас приветствовать на этой благословенной нашей Крымской земле, которая прославлена в веках трудами наших предков. И я рад, что именно вы – то наследие, которое интересуется именно нашим святым православием. Я приветствую вас на этом прекрасном конкурсе. Радуюсь за то, что Господь благословил вам потрудиться на радость и на спасение. Потому что чем больше будем вникать в историю Священного Писания, в историю нашей православной Церкви, тем более близко это вожделенное состояние каждого человека – спасение. Я желаю вам хорошего настроения, желаю вам подвигом добрым подвязаться. И дальше узнавайте, постигайте и своими трудами влияйте на воспитание других таких же деток, чтобы все были радовались, чтобы все были с Господом и радовались о Господе. Желаю вам благословенных успехов и постигайте, изучайте, вникайте в ту богатейшую историю, которую таит в себе в недрах наш православный благословенный Крым. Бог вам помощь! Субтитры подогнали Симон. Симферопольская и Крымская епархия, Министерство образования Автономной Республики Крым, Дирекция фонда православной инициативы, город Москва, Российская Федерация и Государственная телерадио компания Крым представляют пятый международный конкурс школьников-знатоков православной культуры «Зерно истины». 20 команд из России, Украины и Белоруссии встретились в Крыму, чтобы выяснить, какая же из них является лучшей в области знаний основ православной культуры. Сегодня, дорогие телезрители, мы встречаем с вами наших гостей из Ставропольской митрополии. Итак, встречайте! Заможных Викентий учится в восьмом классе, увлекается настольным теннисом. Ирина Зубарева, имеет музыкальное образование по классу скрипки. Ангелина Лысогор, увлекается пением в вокальном ансамбле «Вербочка» в храме святого благоверного князя Александра Невского. Нина Азарян, любит рисовать, вязать, увлекается изучением мировой художественной культуры. Илья Швец, панамарь храма, учит историю, а в свободное от учебы время с увлечением играет в баскетбол. Мария Добренко, занимается музыкой, любит читать, изучать историю православной культуры. И, наконец, мы встречаем капитана команды Дениса Саботырева. Он любит читать, и наибольший интерес у него вызывает история российского государства. Годы правления императора Николая II. Как всегда, дорогие знатоки, вам предстоит ответить на 7 вопросов, которые подготовили для вас наши телезрители. Напоминаю, счет 0-0. Первый вопрос для своей команды выбирает Викентий Заможных. Вопрос номер 24. Три вопроса из Ларца от Андрея Дичковского из Севастополя и Александра Гулевича из Минска. Через 20 секунд вам нужно будет сказать, на каком христианском богослужении вспоминаются все евангельские события от Благовещения до Вознесения Господня. Итак, 20 секунд и стекло. Отвечает Заможных и Кентий. Мы с командой посовещались и решили, что это на литургии происходит. Совершенно верно. На каждой божественной литургии. Я читаю второй вопрос. Путешественники и паломники, которые бывают в Греции, обращают внимание, что внешне во многих храмах Греции есть кое-что общее. Греческая традиция говорит, что эта внешняя особенность греческих храмов связана с тем, что они, православные храмы, построены на крови мучеников. Скажите, что же это за особенность? На тропе мучеников. На тропе мучеников. Это Аня Вантиминс. Подождите, внешне в храмах что-то общее. Хорошо, а что бывает еще в храмах? Может быть, в архитектуре что-то, я не уверена. Это короткий вопрос, 20 секунд. Есть ответ? У нас отвечает Зубарева Ирина. Мы считаем, что общее в этих храмах это то, что, ну, раз они построены на мощах святых, значит, в престол как бы вложены мощи этих святых. Или, возможно, иногда престол заменяет ракос с мощами. Ну что же, к сожалению, подсказку вы не услышали. Внешняя особенность греческих храмов, и когда вы будете в Греции, я желаю вам там побывать, вы ее увидите, это красные крыши церквей. Красные крыши на крови мучеников. Ну что же, 1-0. Это был пока первый балл, который заработали у вас телезрители. И чтобы вас немножечко утешить, я объявляю музыкальную перемену. Шелест ветра в листве молодой И журчание солги весной Детский смех поутрам во дворе И свидания пар при луне Запах яблонь и вишен цветущих Гул проспектов и улиц растущих Это ты, Симферополь родной Сердце Крыма, всегда ты со мной Это ты, Симферополь родной Сердце Крыма, всегда ты со мной Вижу я наяву и во сне Тот победный салют по весне И военных атак голоса Голубые твои небеса Каждый год ты встречаешь гостей Своих добрых и верных друзей Это ты, Симферополь родной Сердце Крыма, всегда ты со мной Это ты, Симферополь родной Твоя слава веками заслужена Симферополь, ты Крыма жемчужина Ты своими гордишься талантами И танцорами, и музыкантами Город мой, ты всегда молодой Буду вечно я счастлив с тобой Это ты, Симферополь родной Зубарева Вопрос номер 49 Один за всех и все за одного Это означает, что кто-то один Должен будет остаться сейчас За конкурсом столом За столом остается Зубарева Ирина Это используется при совершении Таинства и возлагается на Участвующих в этом таинстве Как видимый знак Божьей благодати Что же это? Подсказка Никто из вашей команды К этому таинству пока еще не приступал Я надеюсь Итак, Ирина Я считаю, что это раскрытое Евангелие Которое полагается на голову человека Это раскрытое Евангелие Да? Ты так думаешь? Но там ведь была подсказка Что никто к этому таинству еще не приступал А Евангелие наверняка тебе возлагали уже когда-то Глобызать Евангелие Давайте посмотрим правильный ответ Он в руках у ассистента зала Это венцы Венцы, которые возлагаются во время таинства величания Ну и, конечно, к этому таинству из вашей команды Как я знаю По вашим автобиографиям еще никто не приступал Всего пока еще вашего раннего возраста Ну что же Счет 2-0 в пользу телезрителей Третий вопрос для своей команды Выбирает Ангелина Лысогор Вопрос номер 23 Итак, встречаем загадочный ларец Небольшую подсказку А какие притчи вы помните? Господние притчи, какие помните? О плевелах, что мы еще помним О сеятеле И о сокровище зарытом в поле Хорошо, спасибо В загадочном ларце находится репродукция картины Известного русского художника Сурикова В ее основе заложен библейский сюжет Притча, которая учит нас милосердию И помогает нам ответить на вопрос Кто наш ближний? Скажите, пожалуйста Что изображено на этой картине? Притча, разумеет Милосердие, милосердие, милосердие Досрочный ответ Подождите Подождите, а какая еще? Все, это только одна Подождите, а у нас спрашивается Что лежит в процессе? Какая репродукция? Притча, милосердие, милосердие У нас, возможно, еще есть какие-то Милосердие, милосердие Какая еще? Об ближнем А что еще об ближнем? Я больше не буду Если так посудить Нет, не то Ну вот Ну, остается, конечно, она Но когда фаризия Просили, кто будет ближним Он привел этот пример Ну да А тогда Ну а вдруг какая-то другая? Донецкая Нет, это просто притча Милосердие, милосердие, милосердие Ну, 151% Ну, учетность Ну, надо, потому что остальные Так явно не Явно они Ну, как, они все-таки Этого касаются Они настолько Какая-то притча Нет Время и стекло для обсуждения Капитан команды Кто попробует ответить? Отвечает швец Илья Мы считаем, что Это На картине изображена притча О милосердном самоленении А давайте откроем сейчас Наш загадочный ларец И глядя на репродукцию Этой замечательной картины Убедимся, что вы абсолютно верно Ответили на этот вопрос И я поздравляю вас с победой Счет 2-1 В пользу пока еще телезрителей Но вы уже начинаете догонять Как я чувствую Четвертый вопрос для своей команды Выбирает Нина Азарян Вопрос номер 33 Итак, как известно Святая православная вера Не имеет границ Не имеет расстояний И лучшим доказательством Этого служит сейчас изображение Которое вы видите на экране На экране вы видите фотографию Новопостроенного храма Русской православной церкви В городе Йоханнесбург Это ЮАР Южноафриканская республика Освящен этот храм В честь великого русского угодника Божья Прилагательное Святого имени которого Происходит от радостного Древнеславянского имени Внимание, вопрос В честь какого святого Освящен храм в городе Южноафриканская республика? Угодники Божьи Какие у нас есть? Какие у нас есть угодники? Нет, нет Николай, не творец мы От радостного имени Нет, Сергей Радович Серафим еще помню Сергей, если нет Так, какие у нас еще есть угодники? Вот, русские Так, имя, конечно Субтитры Николай, это не Может быть Рамы, да, цвета уникального имени Какое радостное имя Было имя Радонеж? Нет, Сербис Радостный Радостный Сергей Имя происходит от радостного Нет То есть радостного славянского имени Имя Сергей А и что если Николай Николаевич Вспоминать всего лишь два имени Два имени еще какие-то святые Вот даже Еще угодники Ну смотрите Это ЮАР Это должен быть Что-то Кто-то Кто-то знает По всему миру Святого Николаев Такой храм Это как Николай Сергей Радонеж Сергей Итак, ваше время истекло Капитан команды Кто ответит на этот вопрос? Ответит Зубарева Ирина Мы считаем Что этот храм Освящен в честь Сергея Радонежского Мне не остается Ничего другого Как объявить вам Что вы сравняли сейчас счет С телезрителями Два-два Действительно В честь святого преподобного Сергея Радонежского Освящен в этот новый храм Южно-Африканской республики Пятый вопрос В своей команде Выберет Илья Швец Вопрос номер 26 Встречаем выносной вопрос От Евгения Черкасовой Студентки Керченского Медицинского Колледжа На одной из фотографий Вы можете видеть В древнейшей восточной Европе Храм святого пророка И притечи Господня Иоанна Иоанна-Притеченский храм В городе Керчев Этот храм был построен На рубеже Девятого-десятого веков В девятнадцатом веке К этому храму Были пристроены Притвор с колокольной И новый предел Иконостас которого Вы можете видеть На второй фотографии Внимательно Пожалуйста Посмотрите на эти фотографии И через одну минуту Скажите В честь какого святого Освящен второй предел Храма Святого Иоанна-Притечен Справа Изображен святитель Николай Справа Изображен святитель Николай Святитель Николай На двери Местный ряд Местный ряд У нас досрочный ответ Отвечает швейц Илья Мы считаем Что этот храм Освящен Предел Освящен В честь святителя Николая В честь святителя Николая Чудотворца Мерликийского Абсолютно верный ответ Три-два Знатоки Выигрывают Уже у телезрителей И шестой вопрос Для своей команды Выбирает Мария Добренко Вопрос номер 25 Через одну минуту Дорогие знатоки Вам будет нужно назвать Последнего по времени Равноапостольного святого Подсказка Жители страны Где этот святой подвязался Называют свою страну Ниппон Или Нихон Что буквально означает Источник Родина Солнца Николай Японский У нас досрочный ответ Пожалуйста Отвечает Лысогор Ангелина Мы считаем Что это Николай Японский Вы абсолютно правильно Читаете Святой равноапостольный Николай Японский Касаткин Счет 4-2 И завершающий Седьмой вопрос Для своей команды Выбирает Капитан Денис Саботарев Вопрос номер 39 И это вопрос На заданную тему Ваши друзья Из команды Знатоков православной Культуры Из города Хмельницкий Подготовили вам Небольшую историю Вам нужно будет Внимательно ее Посмотреть И через минуту Сказать Что бы это все Значило Прости Все обо мне Да обо мне Ты как У меня вот с бизнесом Не сложилось Я все больше в церкви Там у нас Благотворительное общество Мы ходим в детские дома Проведываем заключенных А вчера В больницу ходили Какая Ты молодец Это так здорово А вот и мой муж Назар Иди к нам Знакомься Это моя старая подруга Назар Очень приятно Мастя Очень приятно Молодые люди Дайте пару копеек Уйди отсюда Не мешай людям разговаривать Развелось тут попрошай Да, конечно Благодарю вас Держи бабушку Купи себе хлеба Спасибо Если бы все такие Щедрые были Да что Это мелочи Мама Папа Смотрите Какого котятка я нашла Фу Выкинь эту гадость Она может тебя заразить Мама Нет Не плачь Держи Купи себе наружу И все еще здесь Уйди отсюда Бабушка А вы не хотите У меня-ка жить У меня, конечно, не дворец Но я буду рада Собеседнице Нет Мне кажется Для тебя это будет Слишком сложно Пустяки Я живу одна И мне так будет Даже лучше Пойдемте Нам направо Как? Ты уже уходишь А нам не по пути? Нет К сожалению, нет Ты не помогла мне Деньгами на хлеб Когда я в этом Усталась Твой муж Отказал в помощи Мне А помог совершенно Нерождающаяся фотография Людям Ты выкинула Бездомного животного И поэтому Наш дом По правую сторону От тебя От твой По левой Минута на обсуждение Это были ключевые фразы Зелено отделяют Сюда А может быть это Помните, когда у дверей пока еще лежал Бедный, нищий А может быть когда я к вам встречался А вы мне не открыли Или я прожаждал Вы мне не дали Ну тут же не зря Они сказали нам направо Ну я возможно Сейчас скажу неправильно Но мне кажется А у кого еще есть Просто там много их было Этих притч По правую На левую Да Ты что сказал И типа У нас разные стороны Смотрите Здесь может быть Другая какая-то причина Какая Потому что смотрите Но здесь же не прям конкретно Кто-то отделяет Ну Мы не будем Доказывать Пробогачивая власть Ну там же Они в царстве Это стоит Давайте смотреть Сучевые посудные слова Да Давайте Допустим Время для обсуждения Мы берем еще одну дополнительную минуту У вас есть минуту Пожалуйста Это скорее Ну смотрите Он сказал А я Распределяю в правую сторону А Козлите Понимаете Понимаете Это одинаковая почти притча Да Скорее всего О плелах Потому что А Есть еще одна притча Что говорили Знаешь как она называется А то есть Вы Да То есть Может быть еще Да А вот когда Стучали Не открыли Да Да Сначала У меня открыли Я жаждал Я об этом и говорил Да И потом Он же Вот это и говорит Что Я По правой сторону Мой дом по правой сторону Надо же говорить Когда они Разве нам не по пути Да Ну хорошо Как называется Но они же одинаковые По сути все Это может быть Просто Это Можно ответить Можно ответить Это притча Страшном суде И назвать Нет Это притча Это притча Не страшно Что мы думаем Что мы думаем Как называется Как называется Конкретно Притча Итак Капитан команды А у нас еще там Одна минутка Где-то там лежит По-моему Вы еще одну хотите Ну да Ну да Ну что ее оставлять Я вообще-то не помню Чтобы у нас Такие были случаи Чтобы Правила же Ничего такого Против не имеют Обсуждайте Спасибо вам большое Так Что скажем Конкретно Какая история Миклейское событие Когда стучали Как оно называется Когда Господь говорил Я стучал Что вы сделали Одному из малых И кто вы сделали И мне Помните Да Ну вот Описать сможешь Может Когда конкретно Это случилось Событие Так может быть Это оклилило Мы заглубили Ангелину А может Я неправильно Говорит Это вообще Пространно Четвертой минуты Дополнительные Давай Так что Светим Быстрее Для Аблеевов Осталось два варианта Либо о том Что говорили На Проведе Господь Аблеев Когда они немного Не подходят Библейское событие Да Ты сможешь Представить Это библейское событие Пожалуйста А как сказать Я не знаю Ты читала Ну это как Он фрисеям Это говорил По-моему Нет Это он говорил Людям Что я Уже Далее на Поведение Это в Нагорное Проведение Он говорил Да Ира В тебя верю Итак Капитан команды Отвечает Зубарева Ирина Мы считаем Что это момент Из Нагорной проповеди Когда У Господа Спросили Кто попадет В Царствие Небесное Он говорил Что Если вы будете Помогать Всем Нищим И что вы сделаете Одному из малых сих То вы сделаете И мне Те люди Которые будут Помогать Нищим Ну Вольным людям То есть Те и попадут В Царствие Небесное Давайте послушаем Команду Которая Готовила Вам Эту притчу Это была Команда Из Хмельниц Правильный ответ Это притча О страшном суде И соберутся Пред ним Все народы И он Отделит Одних людей От других Верных и добрых От безбожных И злых Подобно тому Как пастырь Отделяет Овец От коз И поставит Овец То есть Праведников Справа от себя А коз Грешников Слева Евангелие От конфет Лоба 25 Стихи 31 По 46 Пока совет старейшин Совещается Я принял решение Несмотря на то Что вы не назвали Слово страшный суд Но Вы говорили О притчах Говорили О праведных И неправедных Действиях И я решил Засчитать Этот ответ Как правильный Таким образом Счет 5-2 В пользу Знатоков Православной Культуры Из Таврова Через несколько секунд Представитель Совета старейшин Татьяна Петровна Макарова Выйдет И скажет Кто из вашей команды Был лучшим Сегодня На таком Православной Культуре И мы узнаем Какой приз Книжный Православный Получит этот Наток Татьяна Петровна 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие ребята, Совет Старейшин единогласно решил, что лучшим знатоком вашей команды является саботарев Денис, ваш капитан. Субтитры создавал DimaTorzok Ангелы-Хранители всем вам до новых встреч! Девушки отдыхают... 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 Будьте жить на векам и одною семьей. Все мы дети земли! Мы надеемся, что положительный опыт участия в международном конкурсе знатоков православной культуры поможет нашим школьникам проводить подобные состязания у себя в регионах. В школе, в городе, в районе, в области, в республике. Для того, чтобы с новыми силами и новыми знаниями по православной культуре собраться в этом году, в сентябре месяце, на новом шестом международном конкурсе. И, как всегда, я хочу напомнить наш адрес, на который вы можете присылать свои вопросы для знатоков. Украина, Автономная республика, Крым, город Симферополь, почтовый индекс 95.0.11, улица Героев, Аджимашкая, 9.11. Также сейчас перед вами на экране адрес в интернете, куда вы можете также адресовать свои вопросы. www.znotaki.artox.ru Ангела-хранителя всем вам! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!